Добро пожаловать на домашнюю группу. Я Рик Реннер, сегодня понедельник, и мы замечательно проведем время. Я, Денис, Павел, вы и Иисус, потому что Иисус здесь с нами. Привет, Денис. Привет, Рик. Денис, ты прекрасна. Этот цвет просто изумительный. Спасибо, Рик. И не только он. А что еще? Твое колье. Павел, посмотри, вы такие забавные. Что это? Ты великолепна. Боже мой. Денис надела сегодня кое-что ценное. Что же это? Римская монета? Нет. Я думала, ты говоришь про мои серьги, которые я ношу уже 12 лет. Ты уверена, что только 12? Каждый день без исключения. Если я увижу тебя без этих серьег... Ты будешь переживать? Я подумал, что какая-то часть тебя больше не с нами. Но это не римская монета. А что это? Это греческая монета. Очень древняя. Как я мог ошибиться? Я знаю, кто это. Кто? Александр Македонский. Это Александр Македонский. И этой монете 2300 лет. Не стоило говорить это. Ну, потому что... Я вспомнил одну историю. Пожалуйста, не надо. Но можно я расскажу? Это было так мило. Ну, хорошо. Мы с Денис ездили в Грецию на 25-ю годовщину нашей свадьбы. И я купил эту монету примерно... 30 лет назад. 30 лет назад. Это было совсем недорого. Не то, что сейчас. Мы с Денис были в Греции. В Афинах. И прохаживались по сувенирному магазину. И вдруг я вижу монеты, очень похожие на греческие. И я спросил женщину за прилавком. «Это что, греческие монеты?» Она сказала, «Конечно нет. Это реплика. Нас бы арестовали, будь это настоящие греческие монеты. Это же контрабанда. Владеть ими незаконно. Они очень редки. Их продавали за границу. И если вас поймают с настоящими греческими монетами, вас посадят в тюрьму». И вдруг Денис, стоящий рядом, говорит, «У меня есть такая монета в сумочке». Я опешил. «Денис, ты серьезно?» Денис повторила. «У меня есть такая монета. Хотите, покажу?» Женщина за прилавком спросила. «Вы вообще слышали, о чем я говорила?» И тут Денис достает это колье. Я так горжусь им. Ведь его подарил мне Рик. И мне так захотелось показать его. То место называлось Плака? Да, это было в районе Плака. Я стоял и думал. Сейчас придет полиция и арестуют Денис за контрабанду. Конечно, я купил это много лет назад в США, и это не было контрабандой. Женщина посмотрела на колье и сказала, «Ради нашей безопасности давайте будем считать, что это реплика. И, пожалуйста, положите это обратно в сумочку». Я никогда этого не забуду. Просто я очень дорожу им и хочу всем показывать. Тем не менее, это императорская монета из моей коллекции, которую я собрал 30 лет назад. Представляешь, Денис? Так как я изучал Новый Завет, я хотел знать, как выглядели люди, о которых я учил. В те дни еще не было фотоаппаратов Полароид. Сейчас их, кстати, тоже нет. Люди не фотографировались на телефон, поэтому они вырезали свое изображение на монетах. Поэтому, если вам интересно, как выглядел Нерон, или его мать Агриппина, как выглядел его отчим Клавдий, или его дядя Каллигула, как выглядел его родственник Каракала, или Тиберий, или Цезарь, или кто-то другой. Зайдите в соцсети того времени, в социальные сети того времени, и это монеты. Монеты. И на большинстве греческих императорских монет изображен Александр Македонский. И у меня есть коллекция греческих и римских императорских монет. И я сказал, Денис, давай сделаем тебе колье. Это было очень давно. Оно очень красивое. Но самая красивая жемчужина — ты, Денис. Спасибо, Рик. И тебе так идет этот цвет. Спасибо, Рик. Сегодня с нами Павел Реннер. Привет, сын. Всем привет. Добро пожаловать на домашнюю группу. Я рад, что мы собрались вместе. Мы здесь, чтобы весело провести время и поговорить о Божьем Слове. Мы можем весело общаться, изучая Божье Слово, потому что Божье Слово чудесно. И не нужно читать Библию в напряжении. Ожидайте, что получите наслаждение от чтения и обсуждения Божьего Слова. Сейчас я люблю Библию больше, чем когда-либо. Я люблю Библию. Я люблю Божье Слово. Я люблю Его. Сегодняшнее утро было очень напряженным. Да. И вчера я легла спать около часа ночи, а в пять утра уже позвонил будильник. И у вас бывает такое, что из-за сильной усталости вы раздражаетесь на всех? Так было со мной. Не может быть. Это правда, Павел. Но это неправильно. Мне пришлось взять себя в руки. И я хочу сказать вам, в Божьем Слове великая сила. И мы как раз говорили об этом. Я сосредоточила свой взгляд, свой разум, свои мысли на Божьем Слове. И оно стало снаряжать меня, Рик. В Божьем Слове такая сила. Я понимаю, почему люди целуют Библию. Я тоже. Я понимаю это. Напоминаю, если у вас есть нужды, напишите нам. Как только мы получим ваше сообщение, «Мы помолимся за вас». Позвоните нам. Оставьте сообщение. «Мы помолимся за вас» и перезвоним вам. «Мы хотим молиться за вас». Сила Божья помогает нам ходить во всеоружии, данном нам Богом. И именно сила Божья снаряжает нас. Невозможно пользоваться этим оружием, не ходя в силе. Это так. Мы утвердили это. И это его сила. Он — личность. Он облачает нас во всеоружие, но нам нужно принять силу. И когда сходит сила, она материализуется и снаряжает нас. Она надевает на нас шлем и броню. Она снаряжает нас. Недавно мне сказали изумительную вещь. У меня брали интервью для одного крупного христианского канала. меня спросили, что я думаю о нынешних сложных временах. И я сказал, конечно, для многих эти события трагичны. Но мы больше, чем победители. Наша вера побеждает мир. Наша вера побеждает мир. Мы рождены для этого времени. Для Бога не сюрприз, что мы живем в это время. Я убежден, что мы были рождены для этого времени. Люди ходили в церковь на протяжении многих лет. Посещали разные библейские курсы. Слушали проповеди на ютубе. До этого на кассетах и CD-дисках. Слушали, 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 слушали. И теперь, когда пришло время применить свою веру, и они говорят, о Бог, что же нам делать? Перестаньте. Пора выйти на поле сражения. Вы были сильными в теории христианами на протяжении многих лет. Пришло время применить это. В том интервью я сказал, мы помазаны для этого. Мы можем это сделать. У нас есть сила Божья. У нас есть оружие Божье. Павел, помнишь, что ответил репортер? Вот это да! Я никогда не слышал ничего подобного. А я подумал, это же так просто. Мы родились в это время. Мы не можем с этим поспорить. Мы не можем выбрать время, в которое нам жить. В нас было вложено так много. И настало время поступать так, как мы были научены. Бог не дал нам духа страха. Он дал нам духа силы, любви и здравого ума. Во втором послании к Коринфянам написано, что у нас оружие правды в правой и левой руке. В шестой главе послания к Ефесинам говорится о всеоружии Божьем. У нас есть все, что нам нужно в любой ситуации. Но мы должны принять то, что нам было дано. Давайте посмотрим на это. Вы готовы? Обратимся к шестой главе послания к Ефесинам. Начнем с 13 стиха и перейдем к 14. В 13 стихе Павел пишет «Для сего». В греческом это «диотауто». В свете того, что я только что сказал, в свете того, что есть враг, учитывая тот факт, что великая сила облачает вас во всеоружие, в свете всего этого Павел говорит, «Примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Давайте еще раз поговорим о злом дне. Это какой-то определенный день в будущем? Нет, это любой день, когда вы проснулись утром, и в ваш день пришло зло. Это не какой-то особенный день. Вы просто проснулись утром и получили плохие новости. Это день злой. И всякий раз, когда зло пытается проникнуть в ваш день, этот стих говорит, вы можете противостать ему. Греческое слово «антистеной». И это не просто сопротивляться, это продвигаться вперед, оттесняя что-то. Имея силу Божью и это оружие, вы становитесь наступательной силой. Вы способны вытолкнуть дьявола обратно за черту. Аминь. И остаться победителем. Аминь. Мне нравится. Мне нравится, что здесь говорится, «Примите всеоружие Божие». Иногда мы начинаем думать, что такие вещи, как Библия, уже устарели. Мы думаем, что библейское учение о вере, это уже несовременно. И мы начинаем принимать другое оружие. Мы начинаем применять другую логику, использовать другие инструменты для своей защиты. Но самое могущественное, что мы можем сделать, это принять оружие Божие. Поэтому мы будем говорить об этом сегодня. Нам нужно вернуться к оружию Божьему, к тому снаряжению, которое Он дал нам. Думаю, людям было бы полезно провести границы и сказать, «Это мое здоровье». Я никому не позволяю переступить эту черту. Это граница для моих финансов. Это граница для вирусов и болезней. Это граница моего дома, моей семьи. Я провожу границы вокруг своих детей. И просто прикажите злу оставаться за чертой. И возрастая в вере, вы можете расширять границы. Да, завоевывая территорию. Но начните с того, где вы сейчас. Если зло пытается переступить черту, Библия называет это злым днем. Скажите врагу, «Ты переступил черту, и это плохо для тебя». И просто вытолкните его обратно. У вас есть власть это сделать. Вы не жертва. Мы обличены силой. Это изумительно. Давайте продолжим. 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый». 14 стих. Итак, станьте. Подождите. Это греческое слово «стеной». Оно описывает солдата, не того, который склонился со словами «Как я устал». Я просто истощен. У меня больше нет сил. Нет. Это стеной. Прямо. Расправив плечи. С высоко поднятой головой. Уверенной. Почему он чувствует себя уверенно? Потому что он неуязвимый. Он снаряжен так, что представляет угрозу для любого, кто осмелится прикоснуться к нему. Вот кто мы. Мы несем угрозу для царства тьмы. Расправьте плечи. Поднимите голову. Именно это значит слово «станьте». И Павел говорит, «Итак, станьте, припоясав чресло вашу истину и облегшись в броню праведности». Давайте немного поговорим о поясе. Это реплика римского пояса. Хорошая реплика, не так ли? Красивая. Знаешь, Павел, мы нашли этот пояс в магазине за пантеоном в Риме. Удобно покупать римское оружие в Риме. Его там очень много. Когда-нибудь это будет уже не реплика. Что ж, Павел, дождемся этого момента? Да. Итак, пояс защищал бедра и детородные органы. В прошлый раз мы говорили о том, что это прообраз Библии. Библия дает нам способность производить что-то сверхъестественное. Без Божьего слова вы утратите эту способность. Уверяю вас, это правда. Какое-то время вы еще будете двигаться по инерции, но в конце концов выдохнетесь. Библия – это творящая сила Бога. Бог создал мир своим словом. Мы родились выше Божьим словом. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Бог творит своим словом. Когда Божье слово занимает главное место в нашей жизни, как этот пояс, вы способны производить что-то снова и снова. Это изумительно. Пояс играл значимую роль. С одной стороны на нем крепился меч, с другой – щит. Все держалось на поясе. В Писании пояс является прообразом истины. И это Библия. Пока в вашей жизни есть Библия, догадайтесь, что? Вы защищены. Вы защищены. У вас есть способность производить что-то. До тех пор, пока в вашей жизни есть Библия, у вас будет вера, потому что вера приходит от слышания Божьего слова. Пока в вашей жизни есть Библия, у вас будет меч духовный, и это Слово Божье, потому что всякий меч исходит из Писания, когда Писание оживает для вас. Без Библии Святому Духу будет неоткуда достать для вас меч. Если в вашей жизни есть Библия, у вас будет мир, у вас будет осознание праведности, у вас будет шлем спасения, потому что Слово будет формировать ваше мышление и убеждение относительно вашего спасения. Если вы пренебрегаете Библией, несмотря на то, что все это оружие принадлежит вам, вы не будете пользоваться им, потому что ваша способность ходить во всеоружии зависит от того, является ли Библия центром вашей жизни. Поэтому первое, что я делаю утром, я вкладываю Божье Слово в свои уста и глаза. У меня есть правило. Нет Библии — нет завтрака. Это хорошее правило. Оно не библейское. Я делаю это не для того, чтобы угодить Богу. Это для меня. Мне нужно это правило. Библия должна стать центром жизни. Хотите что-то добавить? Я слушала и размышляла о Павле, который, находясь в тюрьме, смотрел на того солдата и его пояс. Глядя на него, он получил откровение. Все, абсолютно все держится на этом поясе. Это изумительно. Павел, давай поговорим о броне. Хорошо, здесь написано «И облекшись в броню праведности». Праведности. У нас здесь есть броня. Это реплика брони римского солдата. Посмотрите на нее. Она тяжелая, правда, Павел? И громоздкая. Именно так она и выглядела. Обратите внимание, что она состоит из множества металлических пластин. Это один вид. Еще была броня, напоминающая чешую, с более округлыми пластинами. Позже появилась так называемая мужская броня, как кольчуга. Но в первом веке, когда Павел писал свое послание, броня римского солдата выглядела так. Она была очень тяжелой. На самом деле, это самый тяжелый элемент снаряжения. Она служила как для защиты, так и для нападения. Она предназначалась для защиты сердца и других внутренних органов. Но также броню использовали для наступления. Посмотрите на нее. Поднесите камеру поближе, чтобы было видно. Как можно было использовать броню во время наступления? Кто-нибудь знает? Я знаю. Потому что ты слышала мое учение. Это правда. Я услышала и запомнила. Ты хороший ученик. Да. Я расскажу вам. Павел, можешь опустить ее? Спасибо, что побыл моделью. Итак, когда римский солдат шел в такой броне, что происходило? Денис? Она блестела. Да. Между металлическими пластинами возникало трение. Чем дольше солдат носил броню, тем сильнее она блестела. Если вы будете тереть друг от друга два куска тусклого металла, сначала будет казаться, что на них появляются царапины. Но в итоге от трения они станут гладкими и блестящими. Чем дольше римский солдат носил броню, тем прекраснее она становилась. То же самое происходит, когда мы ходим в праведности. Это изумительно. В пятой главе послания к римлянам сказано, что мы получили дар праведности. Это дар. Ее нельзя заработать. Она была дана вам в тот момент, когда вы пришли ко Христу. Во втором послании к Коринфянам, пятой главе, двадцать первом стихе написано, что мы сделались праведными пред Богом во Христе. Мы были объявлены праведными. У нас есть броня праведности. И нет ничего прекраснее, чем зрелые верующие, которые знают, что они – праведность Божья во Христе. Это дает им уверенность, мир, правильное самовосприятие. Иногда люди ошибочно принимают это за гордость или высокомерие, но это не так. Они просто знают, кто они. Это прекрасно, когда верующие ходят в праведности. Это подобно броне. Чем дольше вы ходите в праведности, тем более красивой и блестящей она становится. Это чудесно. Это так сильно. Итак, представьте, целый легион римских солдат, а это около шести тысяч. Они все облачены в металлическую броню и идут в наступление. Противник направляется им навстречу, и вдруг шесть тысяч римских солдат, облаченные в металлическую броню, выходят на солнце. Что происходит? Это ослепляет их? Да. Их броня была ослепляющей, и враг не мог сражаться, потому что ничего не видел. Этот свет был настолько ярким, что просто ослеплял врага, и они могли пойти в атаку, а враг, будучи ослепленным, не мог дать отпор. Броня выполняла не только защитную функцию. Если вы пользовались и ходили в ней, она становилась оружием нападения. В Новом Завете мы видим примеры того, какими были люди, когда они облачались в броню праведности. Один из моих любимых примеров — это третья глава книги «Деяния». После Дня Пятидесятницы Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы. Библия говорит, что там сидел хромой от рождения человек, который просил милостыни у приходящих в храм. Написано, что Петр и Иоанн всмотрелись в Него, и что они сказали? «Взгляни на нас». «Взгляни на нас». Они не сказали «Взгляни на Иисуса». Они сказали «Взгляни на нас». Они знали, кто они во Христе. В греческом тексте написано несколько иначе. Там использовано греческое слово «Айс» — «посмотри внутрь нас». Есть что-то здесь, внутри нас. «Взгляни сюда». «Загляни внутрь». Они знали, у них есть то, что они могут дать этому человеку. Они знали, кто они. Почему? Потому что ходили в праведности. Праведность дает вам уверенность. Она дает вам смелость действовать и идти вперед. Они сказали «Взгляни на нас». Они взяли Его за руку и подняли. Библия говорит, что они повели Его. Мне нравится это в греческом тексте. Написано «Он ходил и сказал». С каждым шагом Его ступни укреплялись. Это было не мгновенное исцеление. Они вели Его, позволяя исцелению проявиться все больше с каждым шагом. Когда сегодня вы молитесь за кого-то, вы ведете их. Они спотыкаются, но вы помогаете им, и с каждым шагом они становятся все сильнее и получают полное исцеление. И это произошло с Петром и Иоанном. И это работает и сегодня. Но если бы Петр и Иоанн не знали, что они праведность Божья во Христе и Иисусе, они бы никогда не сказали «Эй, взгляни сюда». Они знали, кто они во Христе. Денис? Я думаю о Петре. Он трижды отрекся от Христа. Каково Ему было научиться ходить в праведности? Да, Он был крещен Святым Духом. Но каково Ему было ходить в праведности? Однако от осуждения, вины и стыда, хотя с того момента прошло не так много времени, не больше двух месяцев, не осталось и следа. Он ходил в том, что Иисус вложил в него и не оглядывался на свое прошлое. Денис, это важно. Многие живут прошлым. Они подвержены влиянию прошлого. У всех нас есть прошлое. Но когда вы облекаетесь в броню праведности, вашего прошлого больше нет. Теперь видно только то, кем вы являетесь сейчас. Все остальное скрыто под броней. И когда вы знаете, кто вы во Христе, не имеет никакого значения, кем вы были раньше. Вас покрыла праведность. В послании к римлянам 5 главе Библия называет это даром праведности. Примите его. Это дар, который даст вам уверенность, смелость, дерзновение. Он даст вам способность атаковать врага, когда ваше сердце под защитой никакие стрелы осуждения не смогут проникнуть в него и причинить вам боль. Аминь. Аминь. Я думаю о записанном во 2-м послании к Коринфянам 5 главе 21 стихе. «Ибо не знавшего греха...» «Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это угождает Богу, когда мы ходим в праведности. Это Божья воля. Вы можете видеть это в этом стихе, чтобы мы ходили в праведности. Павел, это чудесно. Порой Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем. Когда солдат попадает в армию, там он учится пользоваться оружием, но он не пытается заслужить его. Он просто вступает в ряды армии, и ему дают оружие. Отличный пример. Но ему нужно научиться применять оружие, и он должен вступить в ряды армии. Да, он принимает решение вступить в ряды армии, и там ему предстоит научиться пользоваться оружием. Всем христианам дана праведность, дано Божье слово, шлем, меч. Но многие, получив это, не знают, как этим пользоваться. Но чтобы использовать это, вам нужно ходить в этом. Это не происходит сразу. Не сразу приходит понимание. Но со временем вы начинаете понимать, что это, и как этим пользоваться. Вы чувствуете себя увереннее и становитесь сильнее. Пользуйтесь этим. Ходите в этом. Вы согласны со мной, что это так красиво, когда человек ходит с Богом долгие годы. Эти люди утонченные, уверенные в себе. У них особенная речь. Это прекрасно. Они ходят в праведности, и со временем эта праведность начинает сверкать. От них буквально исходит сияние. В следующем стихе Павел называет еще одно оружие, о котором мы поговорим в следующий раз. «И обувь ноги в готовность благовествовать мир». Людям нравится говорить о мире. Обуйте ноги в готовность благовествовать мир. Мы должны нести мир. И это так. Но вы будете шокированы, когда поймете, что это значит на самом деле. То, что Павел описывает здесь, я называю обувь убийцы. Это обувь убийцы. Здесь она названа обувью мира, потому что, используя ее правильно, вы обретаете мир. Но это обувь убийцы. Но об этом в следующий раз. Время пролетело так быстро. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите или позвоните нам. И давайте скажем вместе «Мир и благодать» во имя Иисуса. И хороших вам снов, как обещано в 4-м псалме, 9-м стихе. До встречи. Пока-пока.